Юрий Викторович Овчинников, профессор, заслуженный врач, начальник кафедры терапии неотложных состояний филиала военно-медицинской академии имени Кирова. Мы с ним проговаривали этот доклад, но я все-таки не кардиолог, я, конечно, с удовольствием по кардиологии поговорю, но все-таки это не совсем моя специальность. А для Юрия Викторовича это прямо непосредственная специальность, и поэтому мы решили, что в основном будет он докладывать, а если что-то нужно, поправить, добавить, обсудить, то мы это сделаем прямо в прямом эфире. Пожалуйста, Юрий Викторович, я с Вашей позволения выключаюсь тогда. Спасибо большое, Павел Андреевич. Во-первых, хотел поблагодарить Вас за приглашение участия в данном симпозиуме, и действительно, абсолютно, еще раз, глубоко уважаемые коллеги, добрый день. Я хотел бы сказать, что действительно, абсолютно справедливые слова Павла Андреевича о том, что кардиологи остались немножко в стороне от данной проблемы, и все сконцентрировались непосредственно на данном вирусе, коронавирусе. И, к сожалению, несмотря на то, что немножко самоустранились от этой проблемы, проблема никуда не делась, и она кардиологов все-таки настигнет. И мы уже сталкиваемся с тем, что в постковидный период очень много случаев возникает, связанных именно с поражением сердечно-сосудистой системы. Но, прежде всего, хотел бы немножко напомнить по тому, с чем мы имеем дело. Ну, все прекрасно знают, что коронавирус – это является представителем РНК-содержащих вирусов, которые относятся к системе коронавируса и относятся к линии бета-коронавирусов. И все прекрасно знают те антигены, которые у него существуют. Это поверхностный S-антиген, гликопротеин в виде шипов. Помимо этого есть белки-оболочки, мембранный белок и нуклеокапсидный белок N. Это геном достаточно большой, около 30 тысяч нуклеотидов, но нам это не принципиально. Нам принципиально то, что организм человека, вернее, человечество уже сталкивалось с этим вирусом. Он не является новым для нас. Во-первых, у нас существует и циркулирует 4 штамма, которые являются сезонным заболеванием и формируют эпидемические очаги, острые респираторные инфекции, которые раньше никак не расшифровывались. Но помимо этого было еще и две эпидемии, которые приводили к очень тяжелым последствиям. Прежде всего, это всем хорошо известная эпидемия, так называемая SARS-инфекция, тяжелый острый респираторный синдром, который развился в 2002 году и привел к заражению более 8 тысяч людей и 774 человека, из которых умерли, к сожалению. Более тяжелой инфекцией была МЕРС. Это неправильно указан год, в 2012 году, когда заболело около 2,5 тысяч людей, но, к сожалению, уровень детальности был гораздо выше, около более 800 человек. И в 2019 году началась та самая эпидемия, с которой мы до сих пор не можем разобраться. И, к сожалению, данная эпидемия также имеет определенные особенности. Ну, в частности, не установлен первичный очаг, откуда появилась инфекция. Предполагается, что это пошло с рынка продуктов в городе Ухань, Китая. Не установлен также природный резервуар, то есть данного вируса пока в природе в открыто не нашли. Но хорошо известно, что прямым источником инфекции является человек. И известны хорошо пути передачи. Это воздушный капельный, воздушно-полевой, контактный, а также фекально-оральный. Инкубационный период составляет от 2 до 14 суток. Все прекрасно об этом знают. Но, к сожалению, сейчас новый дельтавирус, новый штамм дельтавируса, у него инкубационный период сократился. В среднем развивается уже на вторые-третьи сутки от контакта с инфицированным пациентом. Летальность составляет в последнее время около 2%. И все прекрасно знают, что коронавирус включен в перечень заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 2020 года. Данная инфекция очень активно изучается. В частности, в нашей стране уже издана 12-я версия, которая вышла 21 сентября этого года. И в соответствии с этими временными методическими рекомендациями по профилактике диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции были пересмотрены позиции по лечению, по профилактике данного заболевания. Каковы же особенности инфицирования клеток хозяина коронавируса? В настоящее время все пути проникновения вируса в клетку пока не изучены. Мы хорошо знаем о том, что имеется путь проникновения в клетку через ангиотензин, превращающий в фермент второго типа, который связывается после взаимодействия с трансмембранной серийной протеазой, которая активирует шип. И это позволяет прикрепиться вирусу к рецептору ангиотензин, превращающему в фермент второго типа. И с учетом того, что данный рецептор представлен практически во всех органах и тканях, а прежде всего он содержится в эндотелии и прежде всего в альвеолоцитах второго типа, то, соответственно, поражаются практически все органы системы. Наиболее тяжело протекает это, когда имеется поражение легочной ткани. И все прекрасно знают про легочную патологию при коронавирусной инфекции. И это и матовое стекло, и все типы поражения легких от КТ-1 до КТ-4, вплоть до тоциального поражения легких. Нельзя сказать, что это именно пневмония, потому что альвеолы у нас не заполнены жидкостью. Это так называемый или пульмонит, или альвеолит. Но, к сожалению, меньше внимания обращено на другие органы системы, которые также страдают при поражении коронавирусной инфекции. Какие же органы у нас страдают? А практически все. Это и нервная система, о которой сказал уже Павел Андреевич, это прежде всего и поражение головного мозга, это поражение почек, это и поражение сосудов, это поражение легких, о которых вы уже все хорошо знаете. Сердце, печень, поджелудочные железы, в том числе мышцы и кожные покровы. То есть нет ни одного органа и системы в организме, который бы данный вирус не поражал. Помимо того, что имеется полиорганная патология, имеется достаточно много неотложных состояний, которые тесно связаны коронавирусной инфекцией. Но прежде всего это повреждение миокарда, вплоть до выхода тропонина, маркеров повреждения миокарда. Это кардиогенный шок на фоне массивного поражения, так называемого, микрососудистого поражения миокарда и прямого повреждения кардиомиоцитов. Это развитие и декомпенсация сердечной недостаточности. Это развитие различных тромбозов, инфарктов, инсультов и периферических тромбозов. Помимо того, что вирус поражает все органы системы, имеется определенная группа лиц, которые наиболее предрасположены к этому заболеванию. Прежде всего это кого-то пожилых пациентов, то есть 65 плюс возраст. Помимо того, что в этой категории отмечается более частая заболеваемость, обусловленная снижением иммунитета, также имеется различная коморобидная патология. И если посмотреть, какие же заболевания связаны, тесно связаны с коронавирусом инфекцией, утяжелением состояния, то на тяжесть состояния, на госпитализацию, на перевод в реанимацию и перевод на искусственную вентиляцию легких, а также привод к летальным исходам, практически все тяжелые заболевания. Это и хобл, это и сахарный диабет, артериальная гипертензия, и шимическая болезнь сердца, церебровоскулярные болезни, онкозаболевания, а также другие иные заболевания, которые также ухудшают прогноз состояния. Но с первых месяцев изучения заболевания четкая связь была обнаружена между тяжестью течения заболевания коронавирусной инфекцией и артериальной гипертензией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и абдоминальным ожирением. Ну, в частности, относительный риск на фоне артериальной гипертензии, он вырастал в два раза, на фоне сердечно-сосудистых заболеваний более чем в три раза, на фоне сахарного диабета, также относительный риск составлял до двух и двух. Сердечно-сосудистые заболевания на фоне коронавирусной инфекции носят различный характер. Ну, прежде всего, может отмечаться острое повреждение миокарды непосредственно вирусом. Во-вторых, могут обостряться различные хронические заболевания, имеющиеся у этих пациентов. Могут обостряться и дестабилизироваться имеющиеся сердечно-сосудистые заболевания. И также не стоит заболевать, что многие противовирусные препараты обладают кардиотоксичностью, нефротоксичностью и гепатотоксичностью. И не стоит это именно забывать о том, что многие препараты, которые мы применяем в лечении этих пациентов, в реанимации, в отделениях интенсивной терапии, к сожалению, достаточно серьезно кардиотоксичны. И пример того, как у нас гидроксихлорохин, хлорохин и другие препараты группы хинедина, которые, используясь на первых этапах лечения легкой и средней степени тяжести коронавирусной инфекции, были в последующем исключены из рекомендации, в связи с тем, что они обладали очень серьезной кардиотоксичностью. К сожалению, полиморбидные состояния являются одной из причин тяжелого течения коронавирусной инфекции. И также являются частые причины неблагоприятных исходов у этих пациентов. Наиболее частые заболевания, которые отмечаются у пациентов с коронавирусной инфекцией, это артериальная гипертония и сахарный обид. С чем это связано, в настоящее время окончательно непонятно. Но пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, врачи обязательно должны их предупреждать о том, что в этой когорте пациентов имеется более высокий риск тяжелого течения, а также более частые развития летальных исходов. Поэтому вопрос о прививках, о профилактике этих заболеваний в этой группе пациентов, полиморбидных, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, возраст старше 65 лет, является достаточно актуальным. Причинами, которые отмечается связь, взаимосвязь между коронавирусной инфекцией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, ну, одна из теорий, это то, что у пациентов пожилого старческого возраста чаще отмечаются эти заболевания, это раз. Во-вторых, у этих пациентов чаще отмечается функциональное нарушение иммунной системы. Обсуждается вопрос о повышении уровня ангетензин-превращающего фермента второго типа или относительном дефиците ангетензин-превращающего фермента, а также высокоактивность сигнальных путей ренина-ангетензин-альдестероновой системы. Одним из механизмов повреждения миокарда является гиперсимпатикатония. Помимо того, что имеется прямое вирусное повреждение кардиомиоцитов, то, что имеются различные влияния в виде цитокинового шторма, различное развитие тромботических осложнений, активация симпатической нервной системы занимает одно из ведущих мест в плане повреждения миокарда и развития неблагоприятных исходов, таких как, прежде всего, фатальные аритмии, развитие фибрилляции предсердий, различных нарушений ритма сердца, а также развитие вплоть до типичного инфаркта миокарда на фоне различных тромбозов, которые приводят и к сердечной недостаточности, и к кардиогенному шоку, и непосредственно к летальному исходу. К сожалению, имеется поручный круг, который связывает повышенную активность симпатической нервной системы и коронавирусную инфекцию. Во-первых, активация симпатической нервной системы связана со многими коморбидными состояниями, это раз. Во-вторых, сам коронавирус может стимулировать симпатическую нервную систему и приводить к коморбидным патологиям, которые, опять же, в свою очередь активируют симпатическую нервную систему. Это, в свою очередь, опять приводит к повреждению органов систем, сосудов и способствует более легкому проникновению вируса в организм и более тяжелым течению коронавирусной инфекции. К сожалению, то, о чем в самом начале выступления сказал Павел Андреевич, то, что кардиологи несколько самоустранились от изучения этой инфекции, слегка вернется. Почему? Потому что, к сожалению, в постковидном периоде отмечается очень большое количество заболеваний сердечно-сосудистой системы. Но, прежде всего, что считать постковидным синдромом? По данным МКБ-10, это состояние после перенесенной коронавирусной инфекции. Если для острой формы коронавирусной инфекции отводится не более 4 недель, для затяжного течения от 4 до 12 недель, то постковидным синдромом мы считаем, когда признаки и симптомы сохраняются более 12 недель после начала заболевания. И при этом данные признаки и симптомы невозможно объяснить каким-либо другим альтернативным диагнозом. К сожалению, очень велик перечень тех осложнений, которые развиваются у пациентов с сердечно-сосудистыми осложнениями в постковидный период. Но прежде всего, это нарушение ритма сердца, о которых мы уже говорили. Это очень частый развитие фибрилляции предсердий, это развитие париксового трепетания, суправентриклюарных кардий, другие нарушения ритма и проводимости. Другим, наверное, по частоте является дестабилизация цифр артериального давления. На любую ишемию в организме организм отвечает повышением артериального давления. Это все прекрасно знают. И, к сожалению, артериальная гипертензия у этих пациентов является одним из признаков заболевания. Это раз. А во-вторых, является признаком того, что заболевание продолжается и сохраняется. И об этом можем судить именно по нестабильности цифр артериального давления. Помимо этого прочего, различные синкопальные состояния, которые могут приносить и аритмогенный генез, и различные базовагальные причины, и различные вегетативные проявления. Все прекрасно знают, что в постковидный период вегетативная регуляция очень серьезно страдает, и многие вакатоники на этом фоне себя чувствуют еще хуже. Помимо всего прочего, проявляется у пациентов в постковидный период декомпенсация хронической сердечной недостаточности. Это может быть обусловлено и развитием миокардитов, это может быть обусловлено поражением других органов систем, которые также приводят к последующим декомпенсации хронической сердечной недостаточности. Могут отмечаться поражения почек, это и острое повреждение почек, это и травматические микроангепатии, это и поражение легких, в последующем переходящее в хроническую легочную гипертензию, и могут быть различные кожные проявления в виде нейритоматозной сыпи, патихиальной сыпи, различной крапивницы и различных аэритических проявлений, которые хорошо описаны во временных методических рекомендациях всех 12 изданий. Если посмотреть на те симптомы, которые наиболее часто возникают в постковидный период, а это еще раз повторяюсь, более 12 недель от развития острого заболевания, то обращают на себя внимание, что наиболее часто сохраняется эта общая слабость, это снижение качества жизни, а также сердцебиение, различные кардиологии, развитие тромбозов и повреждение хронической болезни пупчек. С чем же это может быть связано? Во-первых, следует отметить, что 88% всех летальных исходов приходится на пациентов старше 65 лет, то есть это лица, у которых имеется коморбидная патология. И из этих лиц, 95% имелось как минимум одно сердечно-сосудистое изболевание. А у 76% среди этих пациентов сердечно-сосудистые заболевания являлись ведущими сопутствующими заболеваниями. К сожалению, различные кардиологии также отмечаются очень часто у пациентов в постковидный период. Только 18% не имеют никаких симптомов в постковидный период. А у 55% перенесших коронавирусную инфекцию имеется от трех до, вернее, более трех симптомов. Это и слабость, это и боли в суставах, боли в груди, одышка, это и потери обоняния, и кашель, которые могут сохраняться до нескольких месяцев, и другие признаки, которые вы все прекрасно знаете. Но хотел бы обратить внимание на такой симптом, как эксудативный перикардит. Это абсолютно новые и свежие данные, которые представила команда из госпитина Мандрыка. Это признаки эксудативного перикардита. И по данным авторов, это Зуфия Наилина Сухмарова, Владимир Борисовича Симоненко, Феруза Амердина Ибрагимова, Алексей Владимирович Демьяненко, они показали, что перикардит отмечается более чем в 95% в случае в период перенесенной инфекции. Он отмечается как в виде развернутого признака перикардита, а также в виде симптома уплотнения перикарда по эхокардиографии. Эта причина может объяснять и наличие тахикардии, и это может объяснять наличие различных кардиологий. Помимо всего прочего, поражение миокарда, поражение перикарда, они могут приводить к активации симпатической нервной системы. И симпатической нервной системы, в свою очередь, одним из наиболее ярких маркеров активации симпатической нервной системы является учащенное сердцебиение, то есть тахикардия. И тахикардия отмечалась в постковидный период более чем у 30% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Если посмотреть, при исследовании, в европейском исследовании отмечалось, что помимо учащенной ЧСС, 32% отмечали чувство сердцебиений. Причины данной сердцебиения в настоящее время пока еще абсолютно неистны. Я уже говорил про перикардит, я уже говорил про миокардит, я уже говорил про активацию симпатической нервной системы, а также про повышение артериального давления. И при проведении одноцентрового исследования в Китае, когда было обследовано более 2800 пациентов, у которых практически у половины имелась артериальная гипертензия, то было выявлено, что течение артериальной гипертензии четко связано с развитием летальных исходов, развитием септического шока у пациента, перенесших коронавирусную инфекцию, развитием дыхательной недостаточности, острым респираторным дистрессом, было причиной перевода на искусственную вентиляцию легких, а также на госпитализацию в отделении интенсивной терапии. При этом отмечалась четкая связь между уровнем артериальной гипертензии, степенью артериальной гипертензии и тяжестью проявлений. Чем выше была степень артериальной гипертензии, тем более тяжелые последствия коронавирусной инфекции. В плане лечения таких пациентов в постковидный период задачи и кардиолога, и терапевта являются едиными. Прежде всего, это выявление факторов риска тяжелого течения, о которых мы только что с вами говорили. Это раз. Во-вторых, обратить внимание на те лекарственные препараты, которые принимает данный пациент. Прежде всего, обратить внимание на приемы статинов, ингибиторов англютензин, превращающих фермента, применение диуретиков, во многих случаях может потребоваться коррекция дозы. Это раз. Обратить внимание на профилактику обезвоживания этих пациентов. Очень большое внимание уделяется и тому, чем лечили пациентов в острый период. Прежде всего, это касается глюкокортикостероидов. Все прекрасно знают связь этих препаратов с повышением артериального давления и гипергликемии. А также применением таких препаратов, как ингибитор янускеназ, которые в свою очередь могут приводить к гиперлепидемии. А антицитокиновая терапия в свою очередь может приводить к повышению артериального давления. Помимо того, что было сейчас озвучено, обязательно следует обращать внимание на приверженность к терапии. На приверженность к терапии следует обращать внимание в связи с тем, что на фоне коронавирусной инфекции очень у многих пациентов имеются такие проявления, как снижение когнитивных способностей. И все прекрасно знают про такой симптом, как туман в голове в постковидный период. То есть данные пациенты становятся менее внимательными, они больше допускают различных когнитивных ошибок и, к сожалению, не всегда адекватно воспринимают себя и не всегда имеется полноценный контроль приверженности к проводимой терапии. В данной ситуации можно усилить приверженность применением различных фиксиров на комбинации препаратов, которые применяются у этих пациентов. И для таких пациентов лучше всего проводить именно различную образовательную работу. Это профилактика в различных школах, это раз. Во-вторых, обязательный контроль, который может проводиться дистанционно в виде интернет-связи или же по телефону. Я уже говорил про то, что гиперсимпатика тани является одним из важнейших звеньев патогеназа ишемической болезни сердца. И мы уже говорили, что в ближайший период вирус приводит прежде всего к прямому повреждению, что приводит в свою очередь к ишемии миокарда. В отдаленном периоде если пациент не развиваются такие острые ситуации, как инфаркт миокарда, прогрессивание атеросклероза, то могут развиваться различные сердечно-сосудистые осложнения. И к сожалению у данных пациентов имеется и гиперсимпатика тани, и учащение ЧСС, и другие проявления. И тут стоит вспомнить про то, что имеются очень хорошо закиндавшиеся препараты, которые очень любят кардиологи, это бета-блокаторы. Почему? Потому что в основе действий бета-блокаторов как раз является ингибирование симпатической нервной системы. И благодаря этому воздействие на рикса клетки в почках это способствует тому, что идет блокировка образования ангиотензина по всем двум путям. Помимо этого бета-блокаторы могут приводить к лучшему блокаде образования липосом и меньшему выбросу различных интерлекинов, в частности интерлекины-6. И это в свою очередь может способствовать снижению воспаления у данных пациентов. Таким образом потенциальная протективные механизмы бета-блокаторов при коронавирусной инфекции они достаточно разнообразные. Прежде всего бета-блокаторы могут способствовать препятствию проникновения коронавирусной инфекции в клетке. Они снижают уровень интерлекии на 6 одного из основных факторов воспаления. Они снижают уровень других противовоспалительных цитокинов, а также в комплексной терапии могут подавлять цитокиновый штурм. Помимо всего прочего, бета-блокаторы применяются и при септическом шоке, и при дистресс-синдроме. Они могут уменьшать проявление отека легких, они могут способствовать уменьшению признаков гиперкоагуляции, они могут улучшать уровень оксидинации, это один из основных механизмов препятствия борьбы с ишемией миокарда. И помимо этого они влияют на гиперсекрецию при коронавирусной инфекции. И все это может регулироваться и проводиться через различные механизмы. Одним из основных механизмов реализации эффектов бета-адреноглокаторов является ингибирование нот подобного рецептора, которое является по большому счету инфломасомой. Это то, что содержит в себе биологически активные вещества. Чем меньше их выбрасывается, тем меньше уровень цитокинов шторма, тем меньше повреждения органов и тканей на фоне коронавируса инфекции. то, что было подтверждено наблюдениями, то, что было проявлениями у единичных пациентов, было подтверждено в некоторых многоцентровых исследованиях, в частности в исследовании, проведенном в Германии и в Нидерландах. Было обследовано 880 пациентов и бета-блокаторы показали, что на фоне приема бета-блокаторов отмечается меньший риск развития летальных исходов или перевод пациентов в интенсивную терапию. Помимо этого, на фоне приема бета-блокаторов отмечается снижение летальности на 80%, а отмена бета-блокаторов сопровождалась наоборот повышением летальности у пациентов, принявших коронавирус инфекцию более чем 3,6 раза. У пациентов с сочетанием коронавирусной инфекцией с хронической средней недостаточностью отмена бета-блокаторов увеличила летальность более чем в 4 раза. А использование бета-блокаторов наоборот было ассоциировано с меньшей заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Оно снижало на 18% риск развития коронавирусной инфекции. Помимо всего прочего, помимо бета-блокаторов достаточно хорошо себя рекомендовали препараты антагонистов кальция. В частности, один из наиболее широко изученных препаратов это амлодипин. При исследовании отмечалось, что при изучении влияния на выживаемость пациента, которые принимали антагонистов выживаемость в этих группах была заметно выше. Чем же это обусловлено? Прежде всего, хорошо известно, что для проникновения коронавирусной инфекции в клетку необходимо наличие ионов кальция. Помимо всего прочего, вирус может взаимодействовать непосредственно с самим кальциевым каналом. А блокаторы кальциевых каналов препятствуют и проникновению вируса, и взаимодействию вируса с кальциевыми каналами. И, соответственно, меньше препятствует проникновению вируса в клетку. То, что имело теоретическую доказанность, оно нашло подтверждение в исследованиях имбиво на мышах. Было доказано, что амлодипин подавляет инфекционность при коронавирусе в эпителиальных клетках легких и почек. И на этом фоне отмечалось, что амлодипин достаточно эффективно подавлял инфекционность коронавирусной инфекции. в новом китайском исследовании, которое включало в себя более 4,5 тысяч пациентов, отмечалось, что на фоне приема блокаторов кальция и каналов смертность у пациентов была в три раза меньше по сравнению с теми лицами, которые не принимали блокаторы кальция. Это достаточно существенный показатель. Помимо того, прием бета-блокаторов кальциевых каналов ассоциировался с лучшими исходами у пациентов. Это было связано и со всеми случаями заболеваемости и у пациентов старше 65 лет. Это было связано и с выживаемостью и со смертностью. Что же может являться причиной такого хорошего эффекта антагонистов кальция? Все хорошо знают те исследования, которые были посвящены амлодипину. Это исследования Превент, Камелот, Аскот, Алфхат, которые показывали, что на фоне приема антагонистов кальция снижается развитие сердечно-сосудистой недостаточно уменьшается необходимость революционизации, уменьшается случай госпитализации, развитие сердечно-сосудистых событий, развитие сахарного диабета, смертность по любой причине, а также смертность связанная с инсультами и комбинированной сердечно-сосудистой смертностью. Таким образом, в настоящее время нарисовываются два лидера при лечении пациентов с постковидной сердечно-сосудистой патологии. Если мы раньше говорили до ковидной эпохи, мы говорили, что препаратами выбора у пациентов сердечно-сосудистой патологии, особенно у пожилых пациентов, является комбинация антагонистов кальция с ингибитором ангиотензин, превращающий фермент или ингибиторами ангиотензинной системы, то в настоящее время у этих пациентов, у пациентов в постковидный период в лидеры выбивается комбинация препаратов бета-блокаторов и амлодипина. Почему? Потому что, как уже было показано, амлодипин поедавляет инфекционность вируса, коронавируса в эпителиальных клетках, а бета-блокаторы прежде всего уменьшают симпатическую нервную, активность симпатической нервной системы, это раз, и также могут приводить снижение инфекционности коронавируса за счет влияния на симпатическую нервную систему. В свою очередь, комбинация амлодипина и бессопровола, она усиливает положительные эффекты данных препаратов и, с другой стороны, нивелирует отрицательные эффекты данных препаратов. В частности, активация симпатической нервной системы на фоне амлодипина хорошо подавляется бессопроволом, и в то же время негативное влияние бессопроволом на периферические артерии она нивелируется амлодипином и масса других положительных эффектов. И в соответствии с этим был предложен новый препарат, новый, относительно хорошо забытый старый. Это конкор АМ, у которого имеется хороший положительный профиль безопасности. Нежелательные явления на фоне приема этого препарата были зарегистрированы всего лишь в 0,7 случаях приема этого препарата. Помимо того, что имеются минимальные побочные эффекты, для конкора АМ характерна высокая приверженность. 98% были привержены к терапии данной фиксированной комбинации. Это очень высокий процент и обусловлены тем, что действительно препараты очень эффективны с одной стороны, а с другой стороны, они достаточно хорошо переносятся. Я уже говорил, что комбинация бисопролола и анлодипина имеет многие комплементарные механизмы действия. Прежде всего, это влияние на коронавирус, прямое воздействие. Помимо этого у бета-блокаторов имеется то, что они подавляют эффекты активации симпатической нервной системы, снижают ЧСС, снижают артериальное давление, несколько снижают сердечный выброс. Амлодипин является мощным антагонистом кальция, который приводит к воздействию и снижению периферического сопротивления, что в свою очередь приводит к снижению артериального давления. Для данного препарата Конкора АМ есть различные комбинации и таблетка принимается один раз в сутки, она содержит две молекулы, о чем мы говорили, амлодипин и гисапролол, и тройной механизм действия, то есть непосредственное влияние на вирус, непосредственное влияние на симпатическую нервную систему и снижение артериального давления. Имеются различные дозы этого препарата, наиболее часто применяем это комбинации 5 мг, амлодипин и 5 мг, конкора, но есть комбинации 5 и 10, 10-5 и 10-10, то есть двойная доза данных препаратов. И с учетом того, что пациентов, перенесших коронавирус инфекцию, с каждым месяцем становится все больше и больше, я думаю, что необходимость применения данных препаратов и необходимость включения непосредственно в лечение этих пациентов, терапевтов и кардиологов она очевидна. Спасибо за внимание. Доклад закончен. Спасибо, Юрий Викторович, спасибо. Тут подошли вопросы на заднем фоне детские голоса и мне показалось собачий лай. Ну, неважно. Слушайте, мы в таких условиях сейчас работаем и живем, что не обращайте внимания. в прошлый раз Лёна, что является миокардит после вакцинации. Я, как содокладчик, могу сказать, что отмечается. Ну, я тоже могу сказать, что мы при своей работе видели развитие, наверное, не столько перикардита после вакцинации, сколько симптом уплотнения перикард. Здесь спросили про миокардит. А, про миокардит на фоне прививки мы в своей практике пока не встречали. Ну, вы не встречались, но Эвдеев просто об этом пишет, что миокардиты резко участились после прививок. На фоне модерны, на фоне астрозеники такие случаи описаны. Поэтому, да, это есть. Мы тоже не видим, но то, что это известная вещь, что тут скрывать-то. Возможно ли развитие конструктивного перикардита на фоне ковида? В данной ситуации у нас ни одного случая конструктивного перикардита зарегистрировано не было. Это раз. Но не исключен вариант, что вот именно уплотнение перикарда в последующем, в течение нескольких лет, может к этому привести. Но это в стадии наблюдения, обсуждения. Поэтому тут пока сложно сказать, нас время рассудит. На данный момент конструктивного перикардита на фоне коронавируса инфекции мы не видели. Я с некоторой опаской вас слушаю, потому что был доклад из госпиталя Бурденко, вы, наверное, помните несколько лет назад о травмах сердца. О том, что травмы сердца, во-первых, смертельно опасны, а во-вторых, они могут спустя многие годы в общем-то вылезать на поверхность. Да. Что человеку дали кулаком в грудь, он вроде ничего знать про это не знает, а потом бабаха у него там неприятности. И вот эта тема перикардитов, которых никто не видит, вроде бы есть уплотнение. Вы мне объясните, пожалуйста, по-русски, а что такое уплотнение перикарда? Это значит там воспаление? Ну, в данном случае мы не можем утверждать, что это воспаление. Почему? Потому что пока мы это расценим как ультразвуковой феномен. Ну, хорошо, но феномен он же откуда-то берет, значит там что-то же должно быть. Есть воспаление аутоиммунное или это повреждение вируса, пока это вот требует... Да что делать, чье повреждение? Ну, поскольку мы сейчас видим, что все идет в аутоиммунную сторону, да, то с высокой степенью вероятность надо утверждать, что это аутоиммунное повреждение. Наиболее вероятно, да, но это требует пока еще своего... Ну, конечно, требует, я же не утверждаю, что это решенные проблемы. Я с самого начала начал с того, что у нас слишком много нерешенных вопросов. Но, если наблюдаются такие картинки на эхокардиографии, то жди неприятностей, потому что перикардит это дело такое не очень приятное, да, но как бы при всяких аутоиммунных заболеваниях считается там одним из самых тяжелых проявлений. Так, скажите, пожалуйста, нужно ли назначать противовирусные так тут фавиперавир, арбидол, но вы еще спросите меня про ингавирин, я тут вчера как раз опубликовал статью о безобразной совершенно работе по ингавирину. Конечно, не нужно. По фавиперавиру мне довелось прочитать исследование, которое подавалось в регулирующие органы для регистрации показания. Ну, с такими исследованиями, ну, просто, я не знаю, как вообще их публиковать нельзя. Поэтому, на мой взгляд, все эти препараты сейчас не имеют доказательств эффективности. Что-то сейчас там заговорили, вроде бы, в Америке что-то кто-то сделал, но давайте подождем, давайте подождем. Пока препаратов, которые воздействуют на вирус и лечат тем самым эту инфекцию, не существует де-факто. Так, возможно ли конструктивный перикардит? Ну, это было уже сказано, конструктивный, да, это невозможное, да? Я правильно понимаю? Пока мы не видели, да. Ну, да, речь идет о поражении перикарды, просто, пока без всяких дополнительных вещей. Возможно ли развить геморрагическое воскулит? Кожное плюс геморрагический гастрит, но я не знаю, геморрагический гастрит никогда при воскулите геморрагическом я не видел, но, конечно, возможно, аутоиммунные поражения любые возможны при ковидной инфекции, и почему геморрагический воскулит не развится? Конечно, развивается. У нас в рекомендациях наших Московского терапевтического общества 7 типов повреждения кожных покровов, которые наблюдались в нашей. Мы сами их наблюдали, у нас там собственные фотографии этих больных, вот, там можно найти любую практически известную кожную патологию. Так, еще вопросы? Ну, я бы хотел добавить, что помимо того, что геморрагический воскулит действительно встречается, и причем достаточно часто, еще имеется в виде кавасаки подобного синдрома у взрослых. Тоже достаточно тяжелая патология, к сожалению, да, это вот в виде кожного проявления, которое и на биологии, я прошу прощения, в вашей практике даже был случай, когда вот на фоне геморрагического воскулита пациент перенес операцию по поводу острого живота, слава богу, не было повреждений непосредственно органов брюшной полости, но при исследовании кишки было выявлено такие же геморрагические повреждения кишки, которые, слава богу, не потребовало какой-либо резекции кишки. Но эти вещи встречаются достаточно, к сожалению, тяжелые формы проявления геморрагического испытания. Ну, этот тромбомаскулит, он везде кавасаки подробный синдром это же классическое повреждение коронарных артерий и крупных сосудов. Поэтому, конечно, крупных, средних, но да, и такие больные сейчас есть, я думаю, что будет коллекция тоже набираться, потому что у нас появились похожие больные, на это стоит обращать внимание. Они, кстати, тоже у нас выделены в отдельный раздел в постковидном синдроме, прямо вот раздел просто кавасаки подобный синдром у детей и взрослых, они немножко отличаются. Есть ли пациенты после ковид с гиперколемией? Гиперколемией приходится принимать колемейт, какие дополнительные анализы, чтобы выяснить причину? Я на гемдиализе, так надо было начинать, что вы на гемдиализе? Клавдия, я не заметил, что это вы пишете, я бы сразу среагировал. Ну хорошо, гиперколемии на диализе это другая тема совершенно. Павел Андреевич, изменение калия у больных на гемдиализе после ковида. Это наиболее вероятно, что повреждение именно острое повреждение почек. И оно действительно... Кананодиализе какое острое повреждение? Это больная 7 лет на хроническом гемодиализе. Там об остром повреждении уже не идет речь. Там идет речь о какой-то декомпенсации. Я боюсь, что это повреждение мышц может быть. Откуда еще калий вдруг полез вверх? Надо просто разбираться. Ну, Клавдия, вы со мной знакомы, так что вы лучше мне как-то напишите более подробно в личку, потому что тема неоднозначная, она не так, чтобы ее в эфире мы тут сели и решили. Как долго следует продолжать прием антикоагулянтов после перенесенного ковида? На что ориентироваться? Ориентироваться ни на что, на самочувствие. Рекомендация две недели после исчезновения симптомов прямые антикоагулянты нужно принимать. Дедимер это признак воспаления такой же как ЦРБ, как ферритин. Мы обычно не рекомендуем их пересдавать, но если хотите пересдайте. Можно о них ориентироваться, конечно, но мы не ориентируемся. Мы смотрим на самочувствие. И вот по продолжительности мы совпадаем с Маунтан, как он там, Синайский госпиталь горы в Нью-Йорке. Вот. Самочувствие, все, любое самочувствие, если оно изменено, вы нездоровы. И пока вы нездоровы, надо принимать антикоагулянты. Это совершенно непреложный закон. Когда будете чувствовать себя абсолютно здоровым, тогда антикоагулянты можно прекращать. Еще давайте про сердечно-сосудистые заболевания вопросов. Ну хорошо, если вопросов нет, тогда мы с вашего позволения поблагодарим Юрия Викторовича за интересное сообщение.